Сегодня у нас тема производительность, и я начну с небольшого лирического отступления. Мы программисты, мы программируем, и мы программируем не просто так, не для себя, не для того, чтобы перед друзьями похвастаться, а для того, чтобы решать какие-то бизнес-задачи. И бизнесу нужно зарабатывать деньги. Если наши программы работают медленно или потребляют много ресурсов, то бизнес теряет деньги на том, что обеспечивает всякие производственные, непроизводственные, а вычислительные мощности, аренда серверов, аренда облака и так далее. И вместо того, чтобы зарабатывать деньги, он начинает их терять на всяких моментах, которые связаны с производительностью наших программ, которые мы пишем. Поэтому наши программы должны быть быстрые, тратить мало ресурсов, и поэтому нам нужно их оптимизировать. Но прежде чем начать что-то оптимизировать, нужно понять, что у нас работает медленно, что нужно оптимизировать, что работает не слишком оптимально для нас. Как это понять? Нужно вспомнить, что мы пишем на Go, а разработчики Go думают о нас, и в Go есть полный набор инструментов для того, чтобы делать что угодно, в том числе и проверять наш код на быстродействие. И один из этих инструментов называется бочмарки. Давайте посмотрим, как они работают. Допустим, у нас есть обычная функция, которая вычисляет число Fibonacci. Вроде все просто. И мы хотим понять, насколько быстро она работает. Для этого мы написали небольшой бенчмарк. Бенчмарк — это тот же самый тест, только бенчмарк. Сейчас поясню. Как мы видим, он находится в файле, который оканчивается на подчеркивание тест, как и обычный тест. Единственное отличие, что функция начинается не с теста, а с бенчмарка. Так, Go понимает, что это не обычный тест, а бенчмарк, и здесь мы как-то замеряем нашу производительность. Находится это все в том же пакете тестинг. Что тут происходит? Здесь передается уже не T, структура, а B. Все уже поняли, что такая любовь к однобуквенным именам перемены. У B есть специальное поле N, которое говорит нам о том, сколько раз мы будем запускать этот бенчмарк. То есть запускаем его. Допустим, мы хотим число Fibonacci 40 померить. Как быстро будет работать вычисление числа Fibonacci от 40? Как запустить бенчмарк? Той же самой командой GoTest. С одним небольшим отличием. Здесь у нас передается параметр bench, в который мы передаем регулярное выражение, или просто часть выражения того, что нам нужно, чего нужно сделать бенчмарк. Если мы передадим точку, то сделается бенчмарк всего, что есть. Как мы видим, у нас здесь функция числа Fibonacci выполняется за какое-то дикое время, за 113, нет, за 1 миллиард, 130 миллионов, наносекунд. Давайте посмотрим вообще. Вообще тут изначально был бенчмарк 10, я не знаю, почему тут 40. От 10 все будет намного быстрее, всего лишь 588 наносекунд на операцию. Так можем посмотреть, насколько быстро работает наш код в наносекундах, которые у нас используются на операцию. Вот это число, это сколько раз был запущен наш код. Мы можем запускать какое-то длительное время это все. Обычно, ну это потом, когда будем говорить о профайлинге. Никогда нельзя писать бенчмарки вот так. n — это параметр динамический, поэтому если мы его передадим Fibonacci, будет вообще не пойми что, и, возможно, наш бенчмарк никогда не закончится. можно запускать тесты параллельно. Параллельно тесты запускаются с помощью b, runparallel, и туда передается функция, в которой передается паралл-бенчмарк аргументом. он тоже есть в пакете testing. И здесь мы можем у него взять next, то есть когда уже можно выполнять следующую операцию, и выполнить то же самое. Ну, собственно, аналог тоже будет запускаться. Только параллельно. Ну, мы замерили функцию Fibonacci. Она работает. Она работает. Отлично. Быстро она работает или медленно она работает — непонятно. Потому что нам не с чем сравнить вообще. Вообще можно писать несколько реализаций Fibonacci, но лучше посмотреть пример, который ближе к реальности. Ближе к реальности у нас регулярные выражения. А если кто-то был на митапе, то, наверное, видели последний доклад, он был про профилирование, и там был пример с регулярными выражениями. Понятно, никто не был, никто не видел. Что мы можем здесь посмотреть? У нас есть строка, в которой мы хотим узнать, есть ли там какое-то вхождение. Допустим, это actor. Но нам всего лишь нужно это проверить, и мы можем сделать это двумя способами. Мы можем использовать пакет strings и функцию contains, а можем использовать регулярные выражения функцию matchString. Результат будет один и тот же. Здесь у нас сразу два бенчмарка, и мы можем проверить их вместе и посмотреть, кто из них быстрее. Давайте этим займемся. Запустим абсолютно ту же самую функцию. Вау. Substring у нас выполняется за 1000 нс, а регулярные выражения за 13000. Но тут уже видно, что регулярные выражения, мягко говоря, проигрывают значительно, причем в 13 раз, с substring. Да. Можно посмотреть, почему. Может, это можно как-то оптимизировать. Потому что регулярные выражения достаточно мощный инструмент, и отказываться от него тоже не очень хочется, потому что он поддерживает очень такой гибкий синтаксис для поиска в строке. Поэтому посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем взять и посмотреть, что происходит внутри нашей программы, когда она выполняется. Для этого мы можем просто попрофилировать процессор. В Go есть инструмент для профилирования, называется P-PROF. Он очень гибкий, позволяет много чего сделать, и в течение сегодняшней пары мы будем работать именно с ним в основном. Я тут уже написал какую-то подсказочку, что можно сделать. Мы просто возьмем CPU-профайл нашей программы и выведем его на out. Конечно, здесь надо сделать bench только regax. Потому что мы сейчас будем проверять именно regax. regax прошел, и у нас появилось два файлика. Первый файлик — это наш бинарник. Бинарник — это наша исполняемая программа, которую мы сейчас как раз выполнили n раз, в данном случае 100 тысяч. И CPU-out, то есть выход нашего профилировщика, то, что у нас оказалось после того, как мы сделали профайл CPU. Он каждые 100 раз в секунду берется stacktrace и выгружается, и смотрится, сколько времени заняла та или иная операция. Давайте посмотрим, как это визуализировать. Есть goto poprof. Мы ему скармливаем наш бинарник и скармливаем наш out.cpu. И мы входим в консольку poprof. Здесь мы можем сделать кучу разных операций. Допустим, top. Мы посмотрим, какая операция больше всего времени у нас заняла. мы можем сделать лист и посмотреть по коду вообще, что у нас происходило. То есть сколько времени каждый кусок кода у нас занял. Мы можем сделать лист какой-то функции. То есть если мы не хотим смотреть кучу всего, что нам выдало, можем сделать list.match.string и посмотреть, сколько тут выполнялось. Допустим, она выполнялась одну секунду. из них rematch.string выполнялся. Мы можем посмотреть, сколько выполнялся rematch.string. Но тут ничего. Мы можем посмотреть не только такой вывод, мы можем посмотреть какой-то граф. И сразу в браузере можем посмотреть. Для этого есть команда web. для этого сначала надо установить graph.fitz. Это библиотекция, которая строит графики. Сейчас я ее установлю. нет, через b. Для винукса можно установить с помощью Yuma или Abgetto, наверное, смотря какой дистрибути. Для виндуса можно как-нибудь наверное, скачать где-нибудь экзешнг. официальном сайте вроде там можно сделать. Команда web в итоге генерирует svg-файлы, на котором рисован наш graph. Так, мы установили graph.fitz, и теперь можем написать web. и он открывает нам svg-файл, не там, где нам нужно. Все прошло зря. Это открыт с помощью. Есть. Мы можем его отобразить в finder и открыть в программе Google Chrome. Во, супер. Мы видим такую замечательную непонятную штуку, которая отображает то, что происходит у нас внутри нашей программы. Мы можем приблизить, посмотреть. Здесь у нас начало. Видим, что у нас пошел matchString regax. Очень долго что-то делалось, распараллеливалось и так далее. и очень важный вот этот момент он сделал compile. Этот compile занял достаточно много времени и достаточно много всего вообще. Достаточно много ресурсов. Причем тут задействовался сборщик мусора и по памяти произошел наверное ужас-ужас тоже. в общем видим, что достаточно простая программка и так неопотимально выглядит изнутри. Что можно сделать? Мы видим, что тут есть фаза compile и эту фазу compile вообще можно вынести за пределы нашей тестированной программы, потому что компилировать регулярные выражения в рантайме это достаточно дорогая операция и их можно скомпилировать в более удобный вид для языка заранее. Для этого я пока закомментирую substring, мы уже поняли, что это быстро и круто. Я могу не закомментировать. И раскомментирую при компиляции. Здесь мы что делаем? Мы сначала берем нашу регулярку, которую мы здесь задали, компилируем ее, с помощью того же пакета регэксп. Дальше берем скомпилированную регулярку и делаем матч-стринг уже у нее, не у пакета регэксп. Таким образом у нас уже будет делаться матч скомпилированной регулярки. Давайте проверим вообще, как это будет работать, насколько быстро. Выйдем пока из профа и сделаем бетчмарк этого всего дела. А, ну да. видим, что регэксп с компиляцией всегда работает огого, как долго? Ну, почти в 10 раз дольше, чем регэксп, который мы уже предкомпилировали. мы можем сделать, взять этот бенчмарк регэксп 2 и сделать такой же cpu-профайл и посмотреть это в по-профи. Сразу откроем веб. Открываем в хроме. О, разница прям, прям, прям разница налицо. У нас вместо огромного графа, который компилировал регулярку, маленькая такая программка, которая в итоге делает стринг с индекс. То есть мы уже взяли скомпилированное, делаем у нее матч-стринг, она делает думатч, делает всякие экзекьюты, где-то выделяет память. И мы получаем в итоге то, что ожидаем получить. То есть быстро достаточно работающая программа. Ну и хорошо. Давайте сравним лучше с нашим стринг-индексом. Так, видим, что наша регулярка прекомпирированная от sub-string вообще не сильно отличается. И в принципе можно так и оставить. Но мы не будем это просто так оставить. На самом деле можно пойти дальше и оптимизировать это еще и еще, потому что сам стринг-индекс тоже может быть неоптимален и сравнивать с ним тоже может быть не весьма весьма неоптимален. На прошлом занятии Илья вам рассказал про генерацию кода. И здесь в регулярках ее тоже можно использовать. Мы можем установить пакет, который будет генерировать нам какой-то код в зависимости от регулярки, которую мы хотим использовать. Допустим, мы хотим использовать регулярку, мы просто генерируем для нее кучу кода, который должен, по идее, работать намного быстрее. Давайте как раз и посмотрим, как это сделать. Тут у меня уже заготовленный код. Во. Здесь есть пакет red2.dfa, который надо поставить, и он предоставит нам интерфейс для генерации кода регулярка. Давайте это сделаем. go get и теперь мы можем сгенерировать нашу регулярку. Она будет называться match auctor и будет принимать string. string. собственно, вот этот код. Нам нужно бы его по-хорошему записать в файлик. Давайте запишем файлик со всеми остальными методами регулярок. Точнее, поиска подстроки в строке. Либо это string.contents, либо это regex.match.string, либо это уже скомпилированный regex. проверяем. файлик. как ее нужно использовать где только можно. Так что, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Если вам нужен быстроработающий код, то кодогенерация спасает. если у вас регулярки, то вы можете сгенерировать для них код и получить достаточно хороший выигрыш. Но давайте посмотрим все-таки, как это выглядит на графе. Проф веб. Ой, ну ладно. Интересно, может так можно. Ура. Но граф стал еще меньше. У нас тут вообще используется только одна функция из пакета utf8 decode.ru in.string, которая занимает как раз больше всего времени. Ну, это и дает нам такой достаточно большой выигрыш по времени работы. можно еще посмотреть веб-лист. Он наконец-то сразу открылся в браузере. Он, видимо, не дружит с русскими комментариями. Тут можем посмотреть вообще на то же самое, что лист, то есть по коду можем посмотреть, сколько времени выполнялась каждая операция. Но здесь мы также можем ассемблер увидеть, что происходило в данный момент. То есть все достаточно удобно. Так, но профилировать сгенерированную функцию не будем. Помимо такого графа и такого вот вывода мы можем сгенерировать flame граф. Но об этом чуть позже расскажу. У нас наши программы ведь не просто так. Взяли регулярка, скомпилировали, вывели на экран и все. Нет, мы пишем веб-сервисы, они работают где-то и нам нужно понимать, насколько быстро и хорошо они работают. И в go есть метод профилирования прям веб-сервисов. Я тут написал достаточно простой веб-сервис, который просто слушает порт 880 и и все. И отдает 200. Но здесь есть маленький нюанс. Помимо того, что мы используем nethtp, мы подключаем пакет nethtp pprof, который подрубает нам дополнительно два конца, которые, с которых мы можем брать информацию о работе нашего сервиса. Здесь мы его скрылить через подчеркнение, потому что он ничего нам полезного не вернет, он лишь патчет nethttp. Мы можем запустить с помощью go-run запускать наш сервис. Входим здесь с pprof так как он у нас слушает уже что-то, то мы можем подключиться к нашему сервису и с него что-то, какую-то информацию взять. Я сейчас подсмотрю не буду команду, потому что она большая. Я ее обязательно сейчас скопирую в комментариях, чтобы было это не успел сделать. У нас слушается на 8080 порту. Да. Это у нас доступно по концу дебаг. проф, профайл. И мы можем определить время, мы можем определить время, которое будем тестировать. Допустим, он будет у нас брать информацию за 5 секунд. После того, как информацию он собрал. А, да, тут есть небольшая проблема. Попров требует наш бинарник, который мы запускаем в данный момент. То есть бинарник должен быть точно таким же, который мы запускаем, хоть на удаленной машине, хоть на локальной, прям точь-в-точь, чтобы Попров понял, какой код исполняется. Для этого вместо того, чтобы запускать это с помощью GoRun, мы должны сделать GoBuild. Получим бинарник. Перейдем в папочку с бинарником. И здесь напишем нашего бинарника. Но надо не забыть его запустить. То он будет 5 секунд так же ждать. Потом возьмет бинарник, сделает анализ и зайдет опять же в ту же самую консольку Попрова. Отлично. Что мы можем здесь сделать? Мы можем здесь сделать топ и увидеть, что у нас нет никаких данных. Потому что мы сервис как бы запустили, но у нас нет никаких хитов, он ничего не делает, он просто простаивает. Поэтому мы ничего не можем спрофилировать. Для того, чтобы мы нормально что-то спрофилировали здесь, нам нужно подать на наш сервис какую-то нагрузку. Подать нагрузку можно с помощью утилиты AB или утилит он находится если у вас Linux, то пакет HTTPD Tools, если Mac, то просто он должен быть уже, либо с помощью утилиты VRK. У меня ее нет. Странно. Но это должно быть уже быстрее. если это будет не быстрее того, то я буду использовать AB. Мне просто меньше нравится, чем VRK. У VRK больше всяких полезностей внутри. ну да, тут чуть-чуть побыстрее, хорошо. Так, VRK. Что может делать VRK? VRK может создавать нагрузку, он может создавать нагрузку на какое-то время. Допустим, мы будем тестировать здесь, допустим, не 5 секунд, а 5 секунд это мало на самом деле, лучше где-то 5 секунд 20, а то и 30. Мы запускаем нагрузку запускаем нагрузку на 1 минуту, нет, давайте на 40 секунд. Да, и надо еще написать, куда мы будем вообще эту нагрузку слать. Будем слать на 127.0.1 80.80 и он поехал слать нам нагрузку на наш сервис. Тем временем мы будем замерять наш профайл. Префилировать пустое приложение, ну да, там вряд ли что-то есть интересное для нас. Но все же. Отлично. Если мы зайдем в топ, то увидим, что больше всего времени тут заняли нам у нас сисколы и всякие сборщики мусора и так далее. Локации. Давайте посмотрим, как у нас это дело в вебе обстоит. Ну, выглядит это как-то так. То есть, это внутренности по сути пакета на этой HTTP, который работает у нас под нагрузкой. И все в итоге сводится к сисколу, который что-то читает из буфера, из сокета и что-то пишет туда. помимо такого достаточно неудобного огромного вывода можно сделать Flame Graph. Для того, чтобы это сделать было удобно, ребята из Uber подготовили для нас замечательную библиотечку, которая называется GoTorch. Давайте ее установим. Дальше нам нужно установить именно саму программу, которая генерирует Flame Graph. Я написал какой-то классный Brandon Greg. Мы должны ее склонировать куда-нибудь и запускать именно из того места, куда мы ее склонировали. То есть мы должны эту утилиту GoTorch запускать именно из того места, где у нас Flame Graph лежит. Я ее скопирую прямо туда же, где лежит этот GoTorch. сейчас у нас Flame Graph склонируется. Так, наверное, лучше. Так, видим, что у нас тут есть Flame Graph. у нас сейчас запущен бинарник, который слушает. Мы можем на него подать нагрузку с помощью VRK того же самого и запустить уже GoTorch. он он сам запускает GoPro 30 секунд по умолчанию записывает и записывает по умолчанию на localhost port 88. Эти параметры все можно определить, переопределить в адресной строке, куда ему ходить. Ну и здесь мы используем значения по умолчанию, потому что они нам подходят. Опять же здесь то же самое важно, чтобы наше приложение было под нагрузкой. Чтобы мы видели, что там внутри происходит. Здесь у нас появилась SVG-шечка, которую мы можем открыть. И мы видим Flame Graph. Что здесь есть что? Самое нижнее это 100% работы приложения. То есть то, что заняло прям максимум приложения. Это самая система, по сути, само приложение. И поднимаемся выше, смотрим, что у нас все упирается в Syscall. Syscall на write и Syscall на read. То есть мы читаем из буфера при запросе и в ответ пишем в буфер. И мы упираемся везде в Syscall, то есть вызовы операционной системы. То есть это максимальное не считая этих семафоров. Максимальное время программы занято Syscall. Что это значит? Это значит, что программа написана достаточно оптимально. Если мы упираемся в системные вызовы, мы можем быть уверены, что мы нигде не напортачили и все хорошо. Нет, конечно, мы уверены в этом быть никогда не можем, потому что Syscall могут быть просто так и не нужны, но в данном случае это нормально. Давайте посмотрим, как генерировать JSON достаточно быстро, потому что генерация JSON из структуры достаточно медленная операция, как и обратная операция, поэтому давайте посмотрим, как с этим работать, достаточно производить. У нас есть структура, точнее три структуры. JSON, который мы хотим получить, он стоит из user, house и каких-то тасков. У нас есть таск, у которого есть title done important и user, у которого есть name, edge и массив юзеров его детей. И давайте протестируем вообще, как быстро эта штука работает. Я тут какой-то дико огромный JSON нагенерировал, с кучей уровней вложенности. В общем, все приближено к реальной жизни более-менее. И давайте посмотрим, как быстро у нас будет генерироваться JSON с пакетом encoding JSON. здесь мы используем пакет encoding JSON, метод функцию Marshall, которая внутри себя использует reflect. Сейчас мы посмотрим, убедимся на практике, что reflect достаточно небыстрая штука. Так. Оставлю здесь. готест минус bench точечка. В общем, наш огромный JSON генерится целых 10 тысяч нс. комнат. Вопрос, можно ли быстрее это делать? Ну, наверное. Мы можем попробовать использовать пакет из JSON, который был разработан в компании Mail.ru и используется в продакшене Mail.ru на многих проектах, в том числе почте, во всяких рекламных сервисах и так далее. И не только. Еще во многих других проектах. Помимо этого, подобные библиотеки есть. Это FFJSON, который использовался до появления EasyJSON. Он работает чуть медленнее EasyJSON, но, опять же, значительно быстрее обычного encoding JSON. Для того, чтобы нам сгенерировать наш код, нам нужно поставить EasyJSON. Давайте зайдем на официальный GitHub-репозиторий. сегодня оказывается не земли. Поставим EasyJSON. И сгенерируем для structs.go. То есть для всех структур внутри structs.go мы сгенерируем функции маршлинга и анмаршлинга для того, чтобы быстро преобразовывать JSON. Супер. У нас тут сгенерировался файлик. по аналогии с регулярками он огромен. Тут есть для каждого поля нашей структурки уже заготовлены преобразователи в JSON и преобразователи в строку. Кому интересно, может разобрать этот код. Делать не будем мы сейчас. Так, давайте проверим уже наконец тест. У нас здесь есть функция generated, которая делает то же самое, то есть делает тот же маршал, но уже использует маршал JSON. Как вообще поступает easyJSON? Он методы маршлинга делает не отдельными, а он их делает у этой структуры. Вот о чем я говорю. у нас есть структура JSON, которая здесь определена, и для нее он сделал метод onMarshall easyJSON. То есть мы можем написать просто нашу структуру, которую мы подготовили, написать точку onMarshall easyJSON, и у нас все сработает. Собственно, здесь мы делаем маршал JSON, то же самое. давайте посмотрим тест. Так, я раскомментировал все. Запустим наш бенчмарк. А, ну да, я раскомментировал функцию, но не раскомментировал ее бенчмарк. Запустим бенчмарк еще раз. Ну вот, что мы видим. Примерно в три раза генерированный JSON выигрывает у рефлекта. Вот. Мы можем сделать споу-профайл. да, только надо делать бенчмарку. Допустим, мы посмотрим, как выглядит профайл у рефлекта. готул проф как там называется файлик 04 бинарник 04 и фай акции pullout. Максимум всего у нас занимает JSON compact. Давайте посмотрим, как это выглядит вебе. тоже куча всего. Кодинг JSON здесь запускает JSON compact, который пишет всякие буферы, делает слайсы. В итоге куда-то перемещает память и все это сваливается в garbage collector. В общем, ну, тоже видим, что достаточно все неоптимально, многопоточно и куча всего. Так что используйте EasyJSON. Выводы. Мы прикомпилируем регулярки или делаем регулярки генерируемым, мы не используем encoding JSON, делаем EasyJSON, и тогда наши программы будут хоть как-то работать, но быстрее. Мы сейчас посмотрели, как профилировать процессор, как посмотреть, сколько времени занимает та или иная операция, и как это все оптимизировать теми или иными способами. но проблема в следующем. Проблема в том, что мощность, скорость процессора обычно выше скорости памяти. И оптимизация процессора, это здорово, но все-таки тоже важно следить за памятью, следить за тем, чтобы она работала тоже быстро, было немного обращения, сборщик мусора работал как надо и так далее. Для того, чтобы разобраться, как это все работает, нужно понять вообще, как устроена в Go память. Модель памяти Go. Как и в большинстве языков программирования, у нас есть три области. Это какие-то константы и инструкции, это стек и хип. Константы инструкции нам сейчас неинтересны, потому что они константы. Нам интересно то, что динамически изменяется со временем, это стек и хип. Стеки хранятся текущие вызовы функций и переменные ссылки на переменах текущего контекста функций. В хипе содержатся все большие структуры данных, массивы, мапы, то, что нам требует много места, используется в разных местах программы и так далее. То, что сейчас на слайде немного отличается от того, что реально в Go, потому что в Go есть Go-рутины. И как быть, если текущий контекст вызова у нас хранится на вершине стека, а го-рутины выполняются конкурентно и непонятно, что выполняется в данный момент. Поэтому в Go у нас несколько стеков. На каждую го-рутину свой стек. Если в языках программирования других стек ограничен каким-то значением, если выйти за этот стек, то будет стек оверфлоу, то в Go немного по-другому. Да, стек ограничен, но он умеет расширяться. Хип, в отличие от стека, всегда эластик, то есть он может запросить у операционной системы еще больше места. В хипе нужно эластировать память и в отличие от того же C, у нас есть сборщик мусора, который ходит по хипу и удаляет объекты за нас. То есть, чтобы мы быстрее могли разрабатывать и было меньше ошибок с точки зрения утечек памяти, мы у нас используем сборщик мусора для того, чтобы собирать те объекты, которые нам уже не нужны. И он проходит по хипу. Давайте разберемся с работой стека. Работает он примерно так. Мы начинаем выполнение нашей программы с функции main. И когда функция начинает выполняться, она записывается в стек. То есть создается стековый фрейм, инициализируются все переменные и этот фрейм называется main, как и функция. В этом фрейме есть переменные a, b и result. То есть переменные, которые объявлены внутри мейна и доступны из него. Когда мы из мейна запускаем level1 функцию, то у нас начинает генерироваться новый фрейм, который встает в стеке над мейном и содержит свои переменные cd, которые пришли аргументами, и е, которые там внутри. И они образуют новый фрейм, в котором эти все переменные есть. И когда из функции level1 вызывается level2, у нас еще новый фрейм генерируется, который называется level2, встает над level1 и содержит внутри себя все эти переменные. Когда у нас происходит return из level2, то фрейм level2 очищается, и выполнение передается обратно фрейму level1. И все вот эти переменные, которые здесь есть, они удаляются. то есть тут не участвует никак сборщик мусора, то есть в фрейме сейчас переменных нет, все. Когда у нас происходит return отсюда из функции level1, также level1 уходит из стека, и в стеке остается функция main. Когда функция main завершает свою работу после println, она уходит. И все. Но у нас кроме стека есть еще большая такая область называется heap. В нем мы аллоцируем какие-то структуры, слайсы и так далее. И как я уже говорил, по нему проходится сборщик мусора для того, чтобы очистить его от тех объектов, которые уже не используются. Как вообще сборщик мусора работает и определяет, что объекты не используются? На правом рисунке сборщик мусора, который был в го до версии 1.3, по-моему, или 1.6, ну, в общем, тех старых версий, которые мы уже не используем. Все здесь элементарно просто. У нас есть операция mark и операция sweep. Такие сборщики мусора называются mark and sweep, сборщиками мусора. То есть мы проходимся по всем стекам и смотрим на все ссылки. И если эти ссылки ведут куда-то в хип, то мы эти ссылки помечаем. То есть они были белыми, мы их помечаем, они становятся черными. то есть ссылки, которые живые. Мы проходим один раз, помечаем все эти ссылки и дальше идет операция sweep, то есть все ссылки, которые остались в хипе, мы проходимся по всему хипу, смотрим на все объекты, которые там есть. и если они не black, то есть на них нет ссылок, мы их просто удаляем. Так работает примитивный самый сборщик мусора. У него есть достаточно большая такая проблема, называется stop the world. Когда мы собираем мусор, нам нужно остановить наше приложение, чтобы его собрать. то есть у нас полностью прекращается все выполнение и ничего не работает. Эти паузы могут достигать сотен миллисекунд для реалтайм каких-то приложений и для чего-то того, где реально важно время, такая схема к сожалению не подходит. Поэтому в go пошли дальше и сделали другой немного сборщик мусора конкурентный. То есть часть сборки происходит в момент работы приложения. Но все равно делает stop the world, но он уже маленький. В отличие от предыдущего, где stop the world сотни миллисекунд, то в этом stop the world будет миллисекунды. сейчас в go гарантированно 10 миллисекунд stop the world, то есть не больше. Сейчас вообще собираются делать одну миллисекунду в go 1 9, по-моему. Да, go 1.9. Эта схема сборщика мусора называется tricolor. Когда я искал картинку, я вбил в гугле tricolor, нашел картинку, и с тех пор меня преследует реклама tricolor.tv. Почему tricolor? Мы также проходимся по ссылкам, но делаем это мы в конкурентном режиме, то есть мы не останавливаем приложение, чтобы почитать ссылки. Мы считаем все эти ссылки и помечаем их серым. Потом мы проходимся второй раз и помечаем и смотрим во всех серых ссылках есть ли ссылки на белые области. То есть изначально все белое, мы идем в серый, делаем все ссылки, которые доступны сейчас из области выполнения из текущего процесса серыми. Проходимся второй раз. Делаем все серые ссылки черными, а все ссылки, которые ввели из предыдущих серых ссылок на белые ссылки, все эти белые ссылки, на которые есть ссылки из ссылок, которые были серыми, но стали черными, мы делаем их серыми. И так до конца. Мы сохраняем все изменения стеков, потому что программа в этот момент работает, чтобы иметь представление о том, что ушло, а что пришло. Если у нас аллоцируется новое что-то, то мы это делаем сразу черным. То есть новые аллокации сразу делаются черными. И потом, когда у нас не остается уже серых, то есть либо черные, либо белые, то есть мы уже заполнили все то, что заполнили всю область, на которой у нас есть ссылки, хоть откуда-то, то мы очищаем все белые. То есть по сути такая схема сложнее, она требует больше процессора, но она работает параллельно с выполнением нашего приложения и позволяет минимизировать Stop the World, то есть минимизировать установку приложения. Если раньше они занимали сотни миллисекунд, то сейчас это десятка миллисекунд, даже просто миллисекунд. Но да, как я уже говорил, у нас некоторые переменные определяются на стеке, большие какие-то на хипе. И как вообще Go определяет, где ему эту переменную аллоцировать, на стеке или на хипе? Да, на стеке быстрее она будет работать, мы никогда, мы не дергаем сборщик мусора, у нас меньше ссылок. Вообще задача сборщика мусора достаточно сложная, потому что при росте памяти у нас требуется больше времени на сборку, у нас требуется больше ресурсов на сборку, и мы можем собрать меньше мусора, потому что памяти стало больше, больше объектов, с этим сейчас активно борются. Я еще расскажу в самом конце, как можно будет, оставив то же количество памяти, увеличить свою производительность. Так, да, по поводу того, где лоцировать, на стеке или на хипе. В Go есть специальная штука, называется Escape Analyze. Допустим, у нас есть функция, и мы тут делаем make. Определенно, make слайса должен лоцировать нам все на хипе. Но в данном случае переменная numbers не выходит за пределы этой функции, поэтому Go ее может спокойно лоцировать на стеке. То есть number не эскейпится в хип. Number остается на стеке. Тем самым мы не задействуем сборщик мусора и все у нас хорошо. Конечно, слишком много переменных на хипе, на стеке это тоже плохо, но это достаточно редкий кейс. Хоть мы сделаем make, make слайса, большого слайса достаточно. Мы все равно остаемся внутри стека. Если бы мы numbers определили где-то сверху здесь над функцией, использовали бы его, то numbers сразу бы определился на хипе, лоцировался. и это называется escape анализом. Давайте посмотрим пример с escape анализом. Вот есть пример. у нас есть курсор, у нас есть функция центрирования курсора, да, функция центрирования курсора, которая передана курсор, и функция, где мы создаем курсор, его центрируем и выводим его координаты на экран. Давайте посмотрим. при билде приложения мы можем посмотреть, что происходит с помощью специального флага минус M. Так, 0.5 скопирую просто. Оп. Ну, C у нас не эскейпится. Он остается на стеке. Почему? Очень важно посмотреть вот на эту строчку. Can inline center. Go, как и большинство других языков, берет функцию. Если эта функция достаточно маленькая, он ее, он не будет передавать ей контекст выполнения, он возьмет ее из inline. То есть вместо центр он по сути запишет вот так вот. Такая маленькая оптимизация. Зачем она нужна? Напомню про вот это. Когда мы вызываем новую функцию, у нас создается новый фрейм, создаются переменные внутри этого фрейма. Когда она завершает работу, у нас фрейм уничтожается, переменная уничтожается, передается обратно к тексту выполнения сюда. Это дорого. Если у нас функция возвращает просто какое-то число, либо делает какие-то очень простые операции, то вот эта операция переключения фреймов может быть дороже, чем сама работа функции, происходить дольше. поэтому Go как оптимизацию внутри себя просто инлайнит эту функцию. Так делает не только Go, так делают многие языки, но это очень полезно знать и знать, что он может ее заинлайнить, и после инлайна он уже поймет, надо эскейпить или не надо эскейпить. То есть инлайнинг это такая помощь в том, чтобы понять еще, где алоцировать на хипп или на стеке. Также если у нас функция, которая возвращает просто какой-то результат, он просто поставит этот результат сразу. То есть он не будет, он вырежет мертвый код сразу и все. Так. с эскейпом разобрались. Но память мы тоже хотим как-то профилировать. Смотреть сколько памяти залоцировалось. Мы сейчас узнали, что у нас заэскейпило, что нет. Кстати, тут очень странно, что вот это в хиппе оказалось. Надо будет посмотреть почему. Но нам сейчас важно то, что мы хотим посмотреть сколько памяти мы занимаем. И да, у нас есть такие инструменты тоже. Причем они встроены также в Go. Вернемся к нашим JSON. Люблю JSON, поэтому будем работать с ними. Мы можем написать, сделать тот же самый benchmark. Бенчмаркать все, но написать дополнительный аргумент. Benchmem и помимо того, что нам выведет сколько времени занимает, он выведет нам дополнительную информацию. Что за информация? Это сколько мы аллоцировали байт и сколько локаций было. Помним, что локация достаточно дорогая процедура сама по себе. Go внутри не использует сишные методы emalog, sealog, realog. он внутри использует функцию операционной системы memcall и поэтому как-то отследить те локации на уровне как в valgrind невозможно. Допустим, если мы профилируем C-программу, мы используем valgrind и смотрим локации, где мы не освободили память, все вот это. Valgrind внутри переопределяет переопределяет функции new, malloc, delete, free и так далее и показывает нам, сколько мы слоцировали, сколько освободили. И если количество алоцированных байт и количество освобожденных не совпадает, то значит у нас утечка и он нам об этом любезно сообщит. Но в данной ситуации это сделать невозможно, поэтому в Go используются свои методы перехвата локаций и подсчеты их. И вот один из них в BenchMem и второй мы можем увидеть в том же по профи. Да. Видим, что в рефлекте у нас на 10 локаций больше, при этом алоцировано примерно в два раза больше байт. мы можем мы можем использовать попров, то есть сделать все то же самое, ну и использовать memprofile. Да. Сейчас. Давайте здесь я посмотрю, мы посмотрим на рефлекте. И также берем goTool, попров, наш бинарник 0.4 что-то и memout. И смотрим топ. лист нам покажет количество локаций, что-то не показывает. а, ну да. Он не показывает количество локаций, потому что ему нужно передать параметры. Параметры ему надо передать лок. Так, надо вспомнить, что ему нужно передать параметры. Там есть несколько параметров, одни показывают количество аллоцированных, а всего количество на текущий момент использованных. Да, лок space. Да, и надо тоже не забыть это все приложить. Вот. Видим, сколько у нас памяти было здесь, там. Можем посмотреть в вебе. где сколько памяти выделялось. Ну, вот, JSON Marshall нам использовал 381 мегабайт. память. В общем, память тут тоже можно отследить. Если посмотрим веб-лист, то также можем посмотреть, сколько памяти где выделялось, где идет max make slice в bytes например. Что у нас происходит вообще в пакетах? В рефлекте вот почти полгигабайта выделилось на Marshall. так. Ладно, пора уходить от JSON и перейдем к простому примеру. У нас есть обычный HTTP сервер, который запускает гору Тину, которая что-то делает и передает в нее канал. И все. Ну, в принципе, ничего такого. давайте посмотрим проф. Сначала сбилдим main.go main.go окрою еще одно окно. Для удобства. Нет. Нормально. Перенду сюда же. так, отлично. И запускаем main. Все, наш сервер работает. Давайте будем с него снимать, сколько он потребляет. для этого у нас есть go to prof. Здесь также мы напишем log space. binar nick main и у нас здесь не профил heap. Потому что мы будем профилировать наш heap. Не heap. По-моему heap. на дальний профайл heap. Да, heap все верно. Только он не после профайла, а вместо профайла. вот. Мы можем тут посмотреть, сколько памяти у нас. Можем запустить нагрузку. Посмотреть опять проф. Что-то память как-то выросла. с нагрузкой. Давайте еще раз посмотрим. Память растет. Давайте нагрузку уменьшим. Выключим. И посмотрим, что у нас стало с памятью. Топ. Хм. Память осталась на том же месте. Интересно, что если посмотреть в граф. у нас тут read request. Make map, URL parse. И где больше всего у нас памяти съедается. new prots, system stack, mstart, handler. в общем, не очень понятно. Давайте посмотрим веб-лист. найдем нашу функцию. Наш хендлер. Видим, что здесь у нас 26 мегабайт откуда-то. Ну, канал 26 мегабайт. Ну, ну, 26 мегабайт канал. Что-то не то. Давайте смотреть, что происходит. Мы запускаем гору тину. Она ждет, когда мы в этот канал что-то передадим. Она читается с канала просто. Но мы в канал не пишем. И у нас прекращает хендлер работу. Грутин остается и что-то ждет. Тем самым мы имеем утечку памяти. И таких случаев очень много. Допустим, у нас в компании мы делали один сервис. В нем решили сделать туда приходят турлы картинок. Мы эти картинки загружаем себе и преобразуем их в B64 отдаем сразу на клиент, чтобы клиент не запрашивал эти сразу их отобразил. И мы при неуспешном, при каком-то таймауте закрывали канал и все хорошо. При успешном мы продолжали работу. Но при успешном мы не закрывали просто канал, горутина оставалось висеть, поэтому мы имели утечку. Поэтому всегда нужно закрывать каналы и не допускать того, чтобы у нас горутины просто сидели и что-то ждали. Такого быть не должно. горутины всегда должны завершать свою работу. если они, конечно, что-то, они не должны плодиться. Даже если они бесконечно работают, они не должны плодиться. Потому что у нас создаются каналы и постоянно висят в памяти. также если мы здесь создадим какую-то строчку и будем ее периодически к ней что-то добавлять, например, то это тоже по сути утечка. То есть мы на каждый запрос периодически загружаем в себя память все больше и больше. Давайте перейдем к локациям. Локация это то, без чего мы по сути не проживем, но это достаточно вредная штука, потому что она занимает много времени и более того, она дергает сборщик мусора и он потом эту память чистит. Поэтому наша задача уменьшить количество локаций. Как это сделать? Простой пример. У нас есть программа. Это прям почти код из это не совсем код, это задача из продакшена нашей компании, то есть у нас есть какой-то сервис, который нам присылает не JSON, а JavaScript объекты. То есть в отличие от JSON, там нет кавычек в ключах. И наша задача как-то этот код оптимизировать, нам нужно вернуть JSON в итоге. То есть нам нужно по сути добавить кавычки туда, куда надо. Я тут код написал, он вообще не покрывает, он очень плохой и вообще не покрывает все кейсы, главный он работает. Ну, для примера это главное. Ну, тут мы просто разбиваем, проходимся один раз по строке, переписываем в новый слайс по байтово, если где нужно, вставляем кавычку. Вчитываться в этот код не надо, на таком кейсе работает. Вот, у нас есть JavaScript объект, тут просто мы добавляем кавычки и у нас что-то выходит на экран. Проблема это работает достаточно медленно. То есть мы здесь создаем новый слайс с результатом и возвращаем его. Давайте посмотрим по тестам, что у нас здесь. готест минус bench benchmem видим, что у нас 14 локаций аллоцированного 19 килобайт и 14 тысяч операций, точнее на секундную операцию. Но вопрос в том, можно ли это оптимизировать. Давайте попробуем как-нибудь уменьшить количество локаций. Первый вариант это аллоцировать не аллоцировать не пустой слайс, аллоцировать его по длине входной строки. То есть нам пришла какая-то строка, мы просто аллоцируем ее длину, она увеличится, но незначительно, то есть мы аллоцируем максимум еще в два раза, то есть должна по идее быть одна аллокация, и по идее должно стать быстрее. Давайте проверим. Да, у нас теперь 4 аллокации, то есть аллокация стала гораздо меньше. Да, аллоцировано больше байт, но тем не менее это стало работать чуть-чуть побыстрее, но незначительно. Это может быть погрешность даже измерений на самом деле. Спокойно вообще. Если какое-то большое значение разница, то да, если такое маленькое, то возможно это погрешность. Но аллокация стала меньше. Тем не менее уменьшение количества локаций здесь нам сильного выигрыша не дало. Что можно сделать еще? Можно попробовать предугадать, какой будет размер у будущего слайса. Допустим, мы хотим расставить кавычки. Кавычки это ключи. После ключей всегда точка с запятой. И ключ должен быть обернут двумя кавычками. Кавычка спереди, кавычка сзади. То есть если у нас есть точка с запятой, то к точке с запятой должно прилагаться две кавычки. Тогда мы можем посчитать количество точек с... количество двоеточий, не точек с запятой. Количество двоеточий. Умножить их на два, прибавить к длине текущего слайса и аллоцировать новый слайс с капасити того, что мы рассчитали. Посмотрим, сколько это будет работать. Ну, тут уже видно, что у нас одна локация аллоцировалась совсем чуть-чуть. То есть мы же могли что-то не учесть. Аллоцировалась совсем чуть-чуть и у нас уже побольше уменьшилось количество наносекундной операции. И это без изменения алгоритма. Да, конечно, можно было не проходить по этому всему. Вообще, как в итоге сделали? Я тут это не показал. Мы взяли, да, таким образом поступили, с... аллоцировали новый слайс, скопировали в него текущий слайс и просто перемещали байты внутри этого слайса и где нужно проставляли кавычки. Это дало еще один, еще больше прирост. То есть не было вот этого всего, просто проходились в цикле и проставляли где нужно кавычки. конечно, это не верх оптимизации. У нас есть одна локация, но мы здесь что-то аллоцируем по-любому. Как можно это одну локацию побороть? Да, правильно, сделать ноль локаций. Мы можем ничего не аллоцировать, но мы не знаем сколько у нас в итоге будет занято байт. Поэтому мы заиспользуем синг-пул. Сейчас покажу как. Тот же самый пример. Та же самая функция, но тут один нюанс. мы аллоцируем заранее кучу слайсов разной длины. От 256 до 65 536. Почему такие числа? Мы берем степени двойки. Мы знаем, что у нас аллокация происходит всегда два раза. Поэтому мы можем просто взять налоцировать кучу степеней двойки там 256 512 1024 1048 415 и так далее. И использовать именно эти залоцированные байты. То есть аллоцируем их заранее и их используем уже потом. Здесь мы заранее проходимся по степеням двойки и генерируем пул. То есть это по сути мап синг пулов. То есть в мапе по ключам от 256 до 65 536 записаны наши синг пулы, у которых в интерфейсе нужно определить new. То есть то, что мы будем аллоцировать. В данном случае мы будем аллоцировать степени двойки. Но помимо того, что мы аллоцируем здесь заранее, нам нужно делать get из этого пула. Поэтому мы в самом начале также предугадываем какая у нас длина будет. Берем ближайшую степень двойки в большую сторону от того, что у нас есть и берем из пула нужный slice байт уже аллоцированный. Как определить ближайшую степень двойки? Это вот такая функция. Я не советую в нее углубляться. Ну, можете, конечно, потом расскажете, как она работает. Честно, я ее нашел на стековерфлор, но она уж больно дикая какая-то. Могическая функция. Да. Так, да. мы берем из пула и кладем в пул, потом обратно, когда уже используем это все. То есть, мы потом берем capacity от того, что у нас есть и делаем put. Если мы вот этого не сделаем, то он постоянно будет нам аллоцировать, и мы никакого профита не получим. А так, мы получим профит, у нас будет ноль аллокаций. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, небольшой тест. Есть такая вот огромная огромная JSON, точнее, JavaScript объект, который нам преобразовает JSON. Мы помним, что у нас было. Вот здесь. Теперь вернемся к синкбулу. Да, у нас все-таки произошла аллокация, но тем не менее все гораздо лучше. То есть у нас меньше байт было аллокировано. Вообще странно, у меня вчера на другой машине было ноль локаций. Весьма интересно. То есть можно использовать пул для того, чтобы брать уже готовые байты. Возможно, я тут неправильно кладу просто. Аллоцирую чуть больше. А, да, он неправильно рассчитывает длину. Она оказывается больше, он берет не то. Над этим надо будет подумать на досуге. В общем, как можно использовать синкбул еще? Например, у нас есть HTTP и в нем есть реквест. И боди этого реквеста нам приходит в виде буфера. Мы можем не аллоцировать дополнительную для него память, а просто прочитать уже заллоцированный синкбул. Так у нас происходит как раз в почте на продакшене в некоторых проектах. То есть синкбул используется достаточно часто для того, чтобы избежать каких-то ненужных аллокаций. Но помимо таких достаточно сложных кейсов, где нужно реально подумать, как это все оптимизировать, есть достаточно простые кейсы, где оптимизация достаточно простая. Но в том числе она очень неявна, потому что в некоторых случаях у нас происходят локации там, где мы даже не подозреваем, что они могут происходить. Например, это fprintf или sprintf. Что с ним может быть не так? Давайте посмотрим. Сразу загрузим его в memprofile. Go test. Bench точка Memo Bench profile Memo out Ну да, конечно. Memprofile. Так. Мы записали профайл. Теперь можем посмотреть с помощью нашего профа. go tool проф log space 0.08 0.9 и memout. Передаем наш бинарник, который сгенерировался и outfile нашего memprofile. Тут сразу видим, что 99% времени заняла какая-то функция и она выделала 82 мегабайта. 82 мегабайта. что просто что давайте разбираться. Мы близ, посмотрим здесь. та-та-та-та. Рантайм. Рантайм. Тестим. nf print. Да ладно. Мне, пожалуйста, мою функцию. Вот. Да. 82 мегабайта здесь выделилось чего-то многовато. И он говорит, что оно выделалось где-то рядышком в этой функции. Он нам аллоцировал новый объект. Почему и зачем? Это главный вопрос. Это вообще самая неодная локация, которая может быть. На самом деле нет. konf t2e. Конверт что-то во что-то. Что тут можно конвертировать? Давайте вернемся к нашему fprintf. Что тут может быть не так? Да тут все прекрасно. Ну, серьезно. Что может быть не так? Ну, мы посмотрим внутрь. О! Мы видим, что здесь принимается writer, string и чудесная штука, которая называется a, и она типа interface. Вся суть в том, что мы передали пустой интерфейс. Вообще, как выглядит пустой интерфейс? Вот правая картинка. Слева у нас просто слайс, у него есть указатель на область памяти, лены capacity. Все. А тут у нас интерфейс. У него есть тип и у него есть ссылка на значение того, что в нем лежит. и когда мы передаем туда что-то по значению, то есть мы передали сюда строчку, мы передали туда не адрес строчки, то есть он не сможет просто взять и подменить адрес. Мы передали туда ту самую строчку, и он возьмет эту строчку, аллоцирует и подставит этот указатель в интерфейс. То есть везде, где передается пустой интерфейс, мы передаем что-то не по указателю, а по значению там будет дополнительная память заллоцирована. Если мы сюда передадим адрес строчки, то у нас нормально ничего не будет работать, потому что здесь вместо строчки нужно будет записан ее адрес. Поэтому нужно действовать немного по-другому. Нужно действовать вот так. Вместо fprintf, sprintf и прочих таких принтов нужно использовать buf.right и руками конкатинировать то, что нужно. Давайте посмотрим по памяти, что у нас получилось. Давайте сначала бенчмарк проведем, замерим просто память. А, я тут уже это делал. вот. Нет. Да. 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 Ну вот, одна локация. Теперь посмотрим, как это будет жить, выглядеть с write. Сразу сделаем out. Google, ты ешь всю мою оперативную память, можешь убрать fmt. ошибку. Та же самая ошибка. Эх, ноль локаций. Ноль байт выделено. И у нас теперь 77 наносекунд было 225. И если у нас очень много мест, в которых используются fprintf, то у нас будут локации лишние и так далее. Поэтому даже у нас в mail.ru в фреймворке, который у нас используется, все логаторы, то есть функции, которые пишут логи или что-то еще, они не используют sprintf, они используют вот такие вот raid-буферы. Вопросы? Почему 87 мегабайт выбежал в строчке? Может, суммарно? Это суммарно, да. Он несколько раз свежее ее пропустил, это всего, сколько памяти было там выделено. Так, видите, вот 16 байт на строчку. Так, он выполнил ее 5 миллионов раз, то получаем. 64 мегабайта как раз. Немножко резюмирую и дополню себя самого. Надо делать бенчмарки, чтобы проверять, что код у нас работает, сравнивать его с чем-то другим и использовать это что-то другое, если оно быстрее. Надо следить за памятью, избегать локаций, причем больших локаций в основном. Если маленькая локация, то в большинстве случаев на них можно забить. Нужно следить за тем, где у нас лоцируется все на стеке или на хипе. Нужно уметь пользоваться профайлерами, смотреть, где у нас что происходит. Может даже какой-то ассемблерный код посмотреть, потому что он может помочь иногда. Даже если вы не разбираетесь в ассемблере, то зачастую это может помочь. Серьезно. Профайлер это не... ППРОФ это не единственный профайлер. Есть еще профайлер SystemTab и есть профайлер PERV. Они работают только на Линуксе. На Маке, на Виндусе их не поднять, потому что они используют какие-то фичи ядра Линукса. Вы можете, если у вас Линукс, на них посмотреть. но в принципе вот это вот то, что я рассказал, может, должно вообще хватить. То есть построить флайм граф, посмотреть, что выполняется, построить просто граф, посмотреть, сколько времени что занимает, посмотреть лист и в принципе для профилирования этого вполне хватит. Вы можете использовать нестандартные функции библиотек для того, чтобы они работали быстрее, потому что встроенные функции иногда работают медленно. Допустим, тот же встроенный пакет от Coding.json, он медленный по сравнению с EasyJson. Да, EasyJson использует кодогенерацию, это немного надо бы еще это помнить и всегда перегенерировать JSON, если мы что-то там изменили, но это работает быстрее и зачастую с этим приходится мириться. Помимо того, что есть JSON и EasyJson, есть еще отличная библиотечка называется FastHttp. Давайте посмотрим. Как можно догадаться, это альтернатива NetHttp. По названию она вроде быстрая. Сейчас посмотрим, как на практике. Что-то я не туда зашел. Создатели уверяют, что по их бенчмаркам вот это NetHttp, вот это вот все, вот это FastHttp. Ну, выглядит да, соблазнительно. Давайте посмотрим. Вообще Readme может врать, на самом деле, может NetHttp уже такой же быстро, как FastHttp. Всегда это можно проверить, установив себе FastHttp с помощью простой команды. Сегодня мы привыкли ждать уже. Wi-Fi с нами нет. Да, GitHub нет. Может, на другом уже? У меня нет другого Wi-Fi, которым я могу включить. Я не знаю пароль. Я знаю. Никому не рассказывал. Так, да, на чем мы остановились. GoPath, SRC, GitHub.com, что-то там. FastHttp. Они заверяют, что их бенчмарки очень крутые. Давайте это проверим. Они проверяют это на одном процессоре, но мы это будем проверять на всех. Сначала протестируем NetHttp и посмотрим, действительно ли он работает так медленно, как они заявляют. Тут добавился аргумент BenchTime. Почему он 10 секунд? Вообще по умолчанию это секунда. 10 секунд тут неспроста. Go генерирует, делает остановки и смотрит StackTrace 100 раз в секунду. И если мы 100 раз выполним, то мы можем что-то не заметить за одну секунду. Если мы десятки секунд проверяем, то мы можем уже, у нас будет больше данных, по ним мы можем лучше ориентироваться. Ну, пошло. Ну, да, что-то как-то. Конечно, это их бенчмарки, они могут немного врать, но доверимся им. Мы можем посмотреть, как они написаны на самом деле. Так, она идет. Посмотрим, где у нас лежит этот бенчмарк. Посмотрим, как он написан. Сервер тайм тест. Что-то не хочешь на гроши. А, у меня все съелось, все съелось этим бенчмарком, гудит уже. давайте так. Во. Visual Studio Code быстрее Vima. Да ладно. нам просто в реквест новый URF вклинивает с помощью контекста. Ну, выглядит честно, да. На самом деле, я проверял FastHTP примерно год назад. тогда, да, там реально был выигрыш в производительности, было, ну, реально меньше локаций. Сейчас не знаю, насколько это лучше, но год назад было именно так. FastHTP можно использовать в фреймворке Echo. Если посмотрите, там прям по умолчанию можно подключить другой лиснер. По-моему, это создатель Echo это и сделал. Так, да, мы видим, что тут достаточно все похоже, даже похуже, чем здесь. Это из-за того, что машина слабенькая. Но, тем не менее, должно быть лучше из-за того, что мы тестируем сразу на нескольких процессорах. Их, конечно, тут не очень много, но все-таки. вот так у нас работают бенчмарки. Ну, да, понятно. У меня закончилось все. У меня закончилась память, поэтому он решил, видимо, упасть. увы, нам придется поверить, то, что fast теперь реально быстрее. Я, конечно, попробую еще раз, мало ли. О, ну да, пошел. Отлично. Пока оно делает свои замеры, я немного вас разочарую. Все, что я сейчас рассказал, оно, да, полезно, но в большинстве случаев есть другие методы оптимизации приложений, которые в большинстве случаев используются, потому что для них не нужны высокие технические знания в профайлерах и как это все профилировать. Плюс большинство программ работает уже достаточно быстро, чтобы их еще как-то оптимизировать, и большинство оптимизаций, они очень незначительные для того, чтобы как-то повлиять, ой, видим, хорошо пошло, чтобы как-то повлиять на, существенно на работу нашей программы. Да, мы можем в два раза уменьшить количество локаций, да, мы на некоторое время увидим, что память стала хорошо, но тем не менее зачастую это путь не всегда помогает. Поэтому люди прибегают к масштабированию своих приложений. Что такое масштабирование? Масштабирование это увеличение производительности приложений за счет увеличения вычислительных мощностей. Можно так сказать. Сейчас расскажу подробнее. Есть две модели масштабирования. Первая это горизонтально-вертикальная. В чем суть? Вертикальное масштабирование. У нас есть программа, она работает на сервере. И нам не хватает ресурсов уже для нее работы. Пользователи жалуются, типа, работает медленно, запросы отвечают медленно, читают из базы медленно и так далее. Мы просто накидываем памяти, накидываем процессоры, временно все становится хорошо. Или нет. как я говорил про GarageBit Collector, чем больше памяти, тем ему приходится немножко хуже. Его можно, конечно, поднастроить всякими параметрами, но тем не менее, обычно данный метод не всегда пригоден. И вторая горизонтальная. Это когда мы просто плодим кучу инстансов. Ставим балансировщик нагрузки, запрос идет на него, и он расходится по любому алгоритму балансировки на эти инстансы. Мне эта модель не нравится, честно скажу. Мне больше нравится модель, которая называется ScaleCube. Она описана в книге Earth of Scalability. Можете ее найти, почитать. В чем суть ScaleCube? У нас есть три оси, то есть три варианта, как мы можем смасштабировать наше приложение. Первый вариант это X-ось. Это просто мы клонируем кучу инстансов. То есть куча одинаковых машин с одинаковыми приложениями у нас там. Но только лишь база данных вынесена на отдельную, потому что она должна быть одна. Более того, скорее всего, прежде чем вам придется что-то масштабировать, вы упретесь в базу данных, у вас она будет медленно отвечать на запросы, вам придется оптимизировать запросы, либо делать репликацию, либо шардировать как-то в зависимости от количества ваших данных. Но если вы все-таки уже оптимизировали хорошенько вашу базу данных, и вам нужно уже масштабировать приложение, то вот это вот то, что вам нужно. Вы просто клонируете ваши инстансы. Это очень просто, вам просто нужна куча одинаковых машин или виртуолог где-нибудь в облаке, чтобы у вас все работало достаточно быстро. Балансировщики могут быть разные, это, допустим, тот же NGINX. Он, кроме того, как может выступать проксирующим веб-сервером, может выступать еще небольшим балансировщиком. Y-кось. Y-кось – это масштабирование путем разделения разных разных областей, разных вещей, короче. Допустим, у нас есть интернет-магазин, как на правой картиночке. У него есть опишка заказов, опишка доставки, продуктов, отзывов и всего подобного. Мы просто делаем кучу разных приложений и каждое приложение отвечает за одну из этих областей. Допустим, продукты у нас лежат на этой машине, отзывы на этой, ну, не данные отзывы, а именно код, который отвечает за отзывы. И а могут быть, кстати, и данные лежать, которые нужны для этого всего. На одной машине, на другой, на третьей. Разные вещи лежат на разных машинах. Это можно назвать микросервисами. Так, в данном случае, если у нас пользователи больше пользуются списком продуктов, то мы просто масштабируем методом X просто клонируем нужные нам сервисы и все. То есть нам не нужно клонировать все приложения, мы просто клонируем некоторые части. Да, для этого нужно чуть больше технических навыков, и это все нужно держать в голове, где что, но многие так масштабируют и нормально. Ну, по сути, такие микросервисы, да. И есть Z-ось, это, по сути, шардирование. То есть, есть у нас пользователь, он может быть, допустим, премиальным или непремиальным. Премиального мы введем на отдельный сервер, огромный, крупный, где все работает сверхбыстро, непремиального на какой-нибудь маленький сервак. То есть, мы просто в зависимости от того, что за пользователь, ведем его на один либо другой сервер. Например, для какого-то крупного пользователя можно выделить отдельный сервер, где только он будет жить и своими делами заниматься и так далее. Так, продолжаем. Кэширование. На определение вы видите на слайде, в принципе, это все понятно, мы просто сохраняем какой-то наш ответ или ресурс для того, чтобы его потом не запрашивать дополнительно, а работать с копией, то, что у нас уже есть, потому что запрос, он достаточно долгий. Вот, допустим, мы делаем HTTP-запрос. Тут может быть HTML, что угодно, CSS, картинка, вызов какого-то API-метода, и мы передаем что запрашиваем, протокол, хост, на который запрашиваем, ну, что мы ожидаем. И нам приходит ответ. Но нам приходит не просто ответ 200, нам приходят всякие кэширующие заголовки, в которых, собственно, и суть. Есть content-type, это не относится к кэшированию, но кэш-контрол, last-modified, и и так это уже относится к кэшированию. Кэш-контрол, это заголовок, основной заголовок, который контролирует наш кэш. Last-modified это контролирует время кэша, то есть по сути старость нашего кэша, и и так говорит о том, что это хэш-сумма от ответа говорит о том, что у нас кэш актуальный, валидный. Какие есть значения у кэш-контрола? No cache, не кэшировать, очевидно, no store, вообще не сохранять ничего, просто мы даже близко не сохраняем ничего, что связано с этим запросом. Master-validated это значит, что мы каждый раз должны перевалидировать наш кэш, то есть просрочен он или не просрочен, приватный и публичный. Кэшировать можем не только в браузере, но и где-то на проксе, то есть допустим у нас есть сервер, перед ним стоит Nginx, мы делаем запрос на Nginx, Nginx на своей стороне тоже может закэшировать, чтобы не делать запрос к нам. Если это паблик, то Nginx кэшировать будет, если это приватный, то кэшировать будет только конечный клиент, то есть в данном случае браузер либо HTTP клиент на мобилке, неважно. И MaxH, это мы говорим сколько вообще кэш будет у нас жить валидным. Если мы хотим проверить свежесть кэша, нам в ответе приходит Last Modified, это время, когда последний раз был изменен документ какой-либо. и мы потом при запросе посылаем это же время, но в заголовке if Modified Sins. То есть, если был изменен после этого времени, то верни. Если контент не изменился с того времени, то у нас вернется специальный код ответа 304. То есть, не был изменен никак. Наш ответ. А если контент все-таки новый и он как-то изменился, то нам вернется опять 200 и опять эти кэширующие заголовки. Но помимо того, что мы можем проверить свежий ли наш контент или не свежий, мы можем проверить валидный он или невалидный. В чем разница? Свежесть определяется по времени, валидность определяется по набору данных. Мы хотим проверить валидность. У нас присылается специальный заголовок и так. И так может быть строгий или не строгий. Если перед этим стоит W, то это значит он строгий. То есть, он будет прям побайтов сверять. И когда мы делаем запрос за тем же самым ресурсом, важно, что ресурс должен быть прям тем же самым вплоть до get параметров и до всего остального. Нам передаст save non-match и этот e-tag, который мы прислали до этого. И если контент не был изменен, то есть e-tags совпадут того, что сгенерил сервер и то, что здесь сгенерил клиент, то 34 опять вернется, а если не совпадут, то есть контент уже был изменен, то есть хеш-сумма того контента, который новый, не совпадает с хеш-суммой контента, который у нас сохранился в браузере, то вернется 200, и опять вернется новый e-tag, и браузер опять его запомнит. Мы можем отключить как-то кэш, запрашивая с клиентов параметры, какие-то случайные get-параметры, потому что кэш сравнивается вплоть до всего url, то есть если мы запрашиваем так, и каждый раз этот параметр меняться, то будет меняться, то кэш будет каждый раз новый. либо мы будем как-то генерировать разные имена для наших всяких штучек. Почему я отнес HTTP2 к теме производительности? Потому что с точки зрения сервера нам как бы все равно, но с точки зрения всех остальных мы можем улучшить быстродействие не за счет того, что мы где-то у себя что-то сделали быстрее, за счет того, что мы оптимизировали транспорт между нами и клиентом. То есть чем оптимальнее транспорт, тем тоже быстрее все загружается и быстрее все работает и все хорошо. Первая спецификация HTTP была давным-давно в 89-м, потом он дорос до 0.9 и в 91-м году. Тогда его уже использовали, уже появились первые браузеры и люди смогли входить в интернет. HTTP изначально был дырявый, сейчас его дырки латают с каждой спецификацией, пытаются как-то это оптимизировать на стороне клиентов, на стороне серверов и так далее. Ничего себе. Можно мне следующий слайд, пожалуйста. Потом в 2007 появилась спецификация HTTP 1.1. В отличие от HTTP 1.0 в нем появился connection keepalive, в нем стал обязательно заголовок host. Это самые такие важные изменения. То есть мы могли уже писать в тот connection. Изначально HTTP был one connection per host, потом стал уже не one connection per host из-за того, что появился заголовок keepalive. То есть заголовком keepalive мы позволяем писать ответ в тот же connection и делать последующий запрос в тот же connection, что уже был создан между клиентом и сервером. ну собственно HTTP 1.1 был такой один request на connection если не используется keepalive максимум 10 connection на домен то есть это браузерное ограничение спецификации в браузерах почему-то максимум 6 сделано пока я не знаю почему но сделано максимум 6 важно что сжатие данных было опциональным то есть необязательным и вообще HTTP был очень медленный прям а если мы подключали HTTPS это становилось вообще просто сверх медленным когда включили HTTPS в почте mail.ru то примерно на 30% возросла нагрузка тоже важно то есть HTTPS он достаточно хорошо бьет по нагрузке из того что нужно шифровать расшифровывать и настраивать SSL Handshake вообще какие стадии у запроса чтобы понимать на клиенте инициируется connection инициируется SSL Handshake далее идет волшебный waiting то есть мы ждем когда придет нам первый байт это time to first byte а потом мы скачиваем контент это самое быстрое то есть самое медленное это от того как мы от того как клиент отправил запрос к нам это ожидание работа нашего сервиса плюс какие-то транспортные расходы и тогда первый байт приходит к клиенту и клиент уже скачивает контент там и и все клиентом можем являться мы если мы делаем HTTP запрос от себя тут у нас то же самое он может быть достаточно медленный ну и вот что происходит во первых мы можем быть с мобилки и все и весь реалтайм просто рассыпается сразу то есть с мобилки сейчас вообще нет возможности сделать настоящий реалтайм никогда ну не никогда а сейчас вот задержка самого интернета если у нас сервер находится где-нибудь в Сан-Франциско а мы сидим в Москве то минимум 200 миллисекунд мы будем ждать транспортные расходы это только пинг то есть мы сели 200 миллисекунд сделали запрос 200 миллисекунд это пинг до до туда потом надо еще вернуться обратно и еще передать через это все данные короче ужас ужас тут у нас задержки вообще какие есть в HTTP время загрузки страницы но это не очень интересно да это тоже конечно с HTTP делали очень много хаков например делали не посылали кучу запросов сразу несколько запросов а посылали все одним запросом чтобы выкачать сразу всю информацию если грузили какие-то картинки то грузили не по одной картинке а сразу кучу сконкотинированных картинок чтобы не иметь расходы на транспорт и на установку соединений и так далее более того шарили все это по разным доменам потому что есть ограничения по спецификации по количеству коннектов на домен поэтому если мы расшарим это все по куче разных доменов да будет все нормально то есть по 6 коннекшенов на домен кучу разных доменов мы можем параллельно кучу коннекшенов дата инлайнинг то что я говорил у нас использовалось это когда мы картинку заранее в B64 вставляем куда-нибудь и отправляем чтобы дополнительно не делать запрос за картинкой ну и все такое но HTTP 2 пришел к нам его еще называют HTTP пополам что произошло сначала о результатах о результате следующем вообще интернет ускорился с HTTP 2 в среднем на 64% ну и на 23% на мобилке просто страницы стали грузиться быстрее и все стало бесконечное число параллельных коннекшенов благодаря этому мы можем грузить данные быстрее стало лучше сжатие потому что протокол стал вообще не текстовый а бинарный то есть был текстовый стал бинарный мы могли все отследить все фреймы поставить какой-нибудь сделать man in the middle атаку и отследить все что происходит там внутри ну и сейчас он бинарный мы это тоже конечно можем сделать а не не можем я скажу почему не можем да остался one connection per host но отличие в том что теперь через этот коннекшен можно передавать все то есть у нас один коннекшен на хост но в этот коннекшен пихается абсолютно все и это все может параллельно делаться то есть нам не нужно кучу коннектов открывать мы можем все в одном коннекте все данные которые нам нужны прогнать нужен HTTPS и да и нет по спецификации нет но да на самом деле так как инициатором этого всего HTTPS 2 вообще вырос из PDI и PDI это гугловый протокол а гугл у нас всеми руками ногами за то чтобы везде был HTTPS безопасность веба и все такое даже всякие ярлычки на браузерах вешают типа у тебя нет HTTPS соединения парень аккуратно твои данные кредитки могут украсть и все будет очень плохо поэтому и даже в поиске в поисковой выдаче гугл ранжирует сайт с HTTPS выше чем сайт с HTTP поэтому HTTP 2 вообще требует HTTPS чтобы работать без SSL вы никуда не уйдете то есть по-любому вам нужен сертификат ну да и он умеет фалбетчиться до HTTP 1.1 то есть передавать данные также текст это для тех кто не поддерживает конечно да тут нет Go но я скажу это 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 все словами поддерживает кучу всего всякие Java Go поддерживает с версии 1.6 HTTP 2 и в версии 1.8 появился сервер push одна из свечей HTTP 2 то есть 1.6 началась поддержка HTTP 2 в 1.6 и 1.7 был весь HTTP 2 кроме сервер push сервер push появился только недавно как раз перед началом курс по поддержке вообще сейчас получается почти 80% браузеров поддерживает HTTP 2 так что мы можем спокойно его использовать и не бояться того что кто-то будет его не поддерживать будет фулбетчиться на HTTP 1.1 и опять все будет медленно и вяло будем уверены что большинство людей поддерживает HTTP 2 большинство наших клиентов которые будут использовать наши опишки наши сервисы всякие и так далее тут есть желтенькие штучки это значит что они поддерживают не все спецификации например сервер push могут не поддерживать Opera Mini это вообще отдельная тема разговора она поддерживает ровно ничего так же как UC браузер поэтому на нее никогда не надо опираться да и поддерживают конечно уже все готовые большинство сервисов которые предоставляют нам какие-то DNS и прокси CDN и так далее например Cloudflare где мы можем на халявку себе HTTPS сделать уже поддерживает HTTP 2 по веб-сервисам Google конечно в первую очередь поддерживает HTTP 2 вместе с YouTube Facebook подключился тоже все подключилось но есть косяк с почтой небольшой там поддерживается HTTP 2 но он поддерживается на серверах статики то есть там где лежат картинки там где лежат где лежат всякие скрипты и стили и все вот это короче где статические странички всякие на основном домене HTTP 2 еще не подключен потому что есть некоторые технические сложности какие вообще фичи в этом HTTP 2 я уже его прорекламировал по всем фронтам но еще мы не поняли в чем же прикол мультиплексирование мы можем в одном коннекшене сразу кучу запросов и ответов прогонять у нас бинарный формат данных то есть у нас нет overhead на то что мы в тексте это все передаем то есть у нас все поджато немножко есть приоритизация по приоритизации тоже расскажу вообще самое интересное из этого это сервер push как самое интересное так самое бесполезное я про это тоже расскажу ну да есть сжатие заголовков это все очень здорово есть три главных понятия в http2 первое это стрим стрим это какой-то flow в которой мы пишем стрим это поток в котором мы пишем какой-то запрос и через этот же стрим будет проходить к нам ответ то есть это какое-то соединение двунаправленное которое мы можем писать как стоит с другой стороны сообщение это последовательность фреймов то есть сообщение допустим это запрос логический запрос допустим это сообщение которое состоит из двух фреймов а frame это прям самая минимальная единица допустим frame заголовка или frame тела сообщения как это выглядит а вот так у нас немного по-другому записываются заголовки не записываются вот так вот странно все равно это все потом в бинарный формат переводится но выглядит потом это все так в запросе мы передаем фрейм заголовков в ответе мы это все в одном стриме происходит потом приходит происходит ответ здесь мы передаем фрейм заголовков ответа и какой-то пайло то есть сама сами данные которые мы сгенерировали на выход ну вот у нас в одном соединении есть любое количество стримов в каждом стриме есть сообщения которые могут как в ту и так и в другую сторону быть может и в одном сообщении может быть один или больше фреймов как это все формируется у нас есть наш http 1.1 то есть он также может генериться у него и он выглядит так ну я уже рассказывал это на четвертой лекции что у нас есть метод которым мы запрашиваем куда мы запрашиваем протокол с которым мы запрашиваем дальше идут заголовки дальше пустая строка и дальше идет сообщение уже запроса нашего в http 2.0 это кодируется следующим образом вот эти все заголовки уходят в headers frame и тело уходит data frame все это конечно по уровням распределено по модели оси вот это все на application level потому что http это протокол прикладного уровня это как устроен как устроен frame он по бит его так разбит каждый бит что-то соответствует есть длина тип какие-то флаги у него идентификатор стрима в котором он находится и сам пейлот это то что у нас уже вот эти вот фреймы ну выглядит это так у нас так как у нас куча стримов сразу они могут в разном в разной последовательности приходить задач клиента и сервера их потом с компоновать в верном порядке у них есть идентификатор и каждый фрейм знает как он где он должен быть в каком стриме и так далее вот и все все может быть в нескольких стримах все данные приходить туда-сюда ну вот это аналогия просто мультиплексирование как все работает раньше все было одним микропроводком сейчас стала огромная кипова и все по идее стало гораздо быстрее но по это уже тайминги если раньше все грузилось вот так мы видим что тут шесть коннекшенов на хост видим что тут все сразу грузится да она грузится дольше из-за того что сеть не позволяет или ваше приложение не позволяет обработать больше фреймов но тем не менее если мы сравним точки конечные то вариант с http 2 гораздо быстрее конечно это очень утрированная схема такого количества одновременных запросов нет нигде если вы нормальный разработчик но даже если вы не очень нормальный разработчик то ваше спасение http 2 так про приортизацию у нас каждый стрим может иметь свой приоритет например мы запрашиваем документ два документа сразу или два запроса копишки например мы как с клиента делается два запроса один за профиль пользователя а другой за его задачами на сегодня нам важнее загрузить показать ему сначала задачи потому что вряд ли ему нужен сейчас профиль поэтому мы делаем запросы задач приоритетнее и по идее http 2 должен выполнить этот запрос значительно ну раньше чем остальные вот но кстати это не гарантируется он может как выполнить его быстрее так и не выполнить его быстрее он может посчитать что быстрее сейчас закончить уже тот запрос с юзером потому что он быстрый его и я уже его подготовил вот и потом уже отдать тот с тасками потому что он еще готовится и его нельзя еще отдать так один connection тут что-то я хотел рассказать сервер push как я уже до этого сказал это очень крутая фича и достаточно бесполезная потому что потому что сейчас объясню на у нас есть данные например мы загружаем сначала ищите мальку потом хотим загрузить всякие картинки и стили скрипты мы можем на сервере когда к нам пришел запрос на html-ку отдать ему не только html-ку но еще скрипт и стили то есть мы запросили html-ку отдали сразу три файла круто круто бесполезно бесполезно почему потому что представим такую ситуацию мы загрузили html-ку она пришла и пришло два файла эти два файла в браузере закешировались и как бы они больше не нужны они уже есть все хватит но на человек обновлять страницу ему опять прилетает два файла которые уже не нужно как бы присылать то есть мы делаем небольшой overhead на на то что мы загружаем больше данных у нас немножко по сети просадка и так далее если мы открываем с мобилки то мы грузим лишние данные и в следующей версии http 2.1 собираются уже это как-то пофиксить то есть сделать как-то это опционально чтобы клиент сам говорил кстати важное важное замечание по кэшированию то что я не сказал всегда в своих сервисах настраивайте кэширующие заголовки вот прям всегда на любой location почему это важно например мы делаем сервис и у нас есть мы писали очень классный классную опишку которая работает быстро и здорово но тут пришел человек с интернет-эксплорером 11 и у нас не настроены кэширующие заголовки на опишку и пытается обновить профиль браузер делает запрос на опишку а профиль не обновляется профиль старый остается потому что интернет-эксплорере 11 очень жесткая политика кэширования и любой запрос если он без кэширующих заголовков будет закэширован даже api запрос конечно пост никогда не кэшируется никем по спецификации но если вы делаете где-то запрос потом отредактировали профиль и хотите вернуть обратно уже отредактированные данные то у вас станут старые данные поэтому всегда надо выставлять кэширующие заголовки это очень важно так же как и здесь но если вы используете какие-то стили скрипты то их по определению надо кэшировать потому что зачем грузить лишний раз напрягать клиент так очень важная тема это сжатие заголовков сжатие заголовков достаточно важная штука потому что она позволяет значительно снизить overhead на самом http чем страдал http 1.1 это тем что заголовки передавались с каждым запросом возвращались с каждым ответом теперь же у нас есть запрос в нем теперь вообще методы всяких схемы и все остальное это не самая верхняя строчка как было раньше теперь это ушло в заголовки и пас тоже ушел в заголовки то есть он теперь не не является верхней строчкой протокол мы запрашиваем какие-то данные у нас формируется запрос фрейм запроса и когда мы делаем уже второй запрос то у нас эти заголовки не передадутся потому что уже все было передано у нас передались все куки до этого то есть можем их не передавать у нас передались уже передался юзер-агент и все такое то все длинные строчки которые могут быть куки вообще 4 килобайта в браузере ну 4 килобайта передавать каждый раз лишнее да нет зачем поэтому они не будут передаваться они будут передаваться только первый раз ты тут поменяется только пас потому что мы запросили уже другой какой-то ресурс вот что насчет сжатия заголовков просто не отсылаются отсылается див как было сказано да и степи 2 это круто